Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здравия тебе, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу сегодня мы встречаемся с тобой? Здравия, Алексей. Давать себя каким-то великим гуру духовным или что-то великим учителем или посланцем с каких-нибудь небес. И вот так сказать, дурит народ. Народ ему верит. И к чему это все может привести и как избежать, чтобы на это не попадаться. Вот про это, наверное, и поговорим сегодня. Интересно, какая тема у тебя сегодня поднята Надо, да, разобраться Как вообще-то определять Кто перед тобой мошенник Шизотерик или товарищ Из психушки Каким образом он здесь оказался И что он здесь делает Потому что говорить-то можно очень красивые слова И вроде бы все правильно На выходе будет или в лучшем случае Топтание на месте И вот в сторону от реальности А в худшем случае это втягивание В какую-либо организацию, структуру Ну или в сумасшедший дом Ну давай Какие-нибудь, может быть, косвенные примеры Приведем, чтобы пальцами на кого не тыкать А то бывает так, что Сказал-то правду А человек еще находится под влиянием Этого гуру, этого волка В овечьей шкуре или этого Шизотерика из сумасшедшего дома И вместо того, чтобы послушать И какие-то сделать выводы Он начинает набрасываться на тех, кто говорит А при этом проблема не решается А только усугубляется Ну то есть мы будем делать Как в анекдоте, когда там играли Волк, по-моему, медведь и лиса И медведь говорит А кто будет мухлевать Того мы будем бить по морде По наглой рыжей морде То есть мы тоже постараемся Так деликатно все обсудить Надеюсь, кому нам, тот поймет Ну начнем Да, дело в том, что сейчас таких Очень много появилось Гуру и шизотериков И волков Поэтому любое слово, которое ты скажешь Каждый шизотерик, волк Или обманщик какой-то Он примерит на себя Поэтому даже если мы не назовем Не назовем фамилии Это будет даже еще лучше Потому что сразу Сплывут те самые пенки Которые мы даже, может быть И не подозреваем А в комментариях они появятся То есть каждый Примерит рубаху на себя И на воре шапка загорится Ну давай тогда Вот по порядку Перейдем Сначала мы когда разбирали Передачу виртуального Лохотрон И там вот про фейки В принципе у них Делание фейков Вот этих поддельных Фактов Он довольно-таки Несложный, простой Они берут Истины Неопровержимые Да, что вот Есть день и ночь Там зима-лето Потом начинают их Искажать Искажать И в итоге Через какое-то мгновение Приходят уже Виртуальным голубям Мы там с тобой Разбирали пример Когда некоторые люди Серьезно обсуждают Что оказывается Голуби делает матрица И вот они тут Летают, так сказать Планированием Созданные по нашему миру Вот Некоторые в это верят Да Но Если там Понятно Что вот например Человек захотел Достовериться Что голуби Все-таки они как По-другому живут Залез на чердак Да, или по крайней мере Присмотрелся И поймет Что действительно То, что мы говорили Или то, что говорили Другие про голубей Это ложь То вот то, что касается Так сказать Духовных Вот этих Учителей Понять то, что Они говорят Истину Или правду Бывает на первый взгляд Довольно-таки сложно Ведь некоторые Заявляют Что они прилетели Там с Альфа-Центаврой Некоторые говорят Что они там Как там От самого-самого Творца У них тут индульгенция Что на земле Тут править У некоторых Еще заходы И еще более Какие-то То есть Наполеоны Отдыхают Да И вот В этом Сложно Проверять Вот такую информацию А некоторые люди Бывают настолько Вот наивны Что они в это верят И поэтому Вот хотелось бы С тобой Выяснить Конкретные Такие Звоночки По которым Можно понять Что Скорее всего Тебя пытаются Обмануть Вот И Как В этой ситуации Поступать Чтобы избежать Этого обмана И даже Какую-то Пользу на этом деле Извлечь Для себя Для других Вот об этом Наверное Давай поговорим Сегодня Давай об этом Поговорим Дело в том Что ты предлагаешь Такую интересную тему Как слепому Рассказать Что такое Луна Вот Сколько ты не говори Слепому Который от рождения Слепой Что такое Луна Он никогда не поймет Потому что Тепла она не дает Света он не видит Потрогать он Тоже не сможет И поэтому Как-то не рассказывай Об этом Но Толку никакого Из этого не получится Те же Личности Которые живут На земле Все-таки Их можно Каким-то образом Потрогать Посмотреть Можно даже Увидеть Самые главные Результаты Их дел Вот Если мы Отталкиваемся Просто от того Что кто-то сказал Это вариант ОБС Одна баба сказала И он не самый лучший Почему? Потому что Один мошенник Может рассказывать Про другого Что-либо И в этом случае Люди часто Переходят От одного мошенника К другому мошеннику И ничего хорошего Здесь не получается Если Мы Пытаемся Людей Призвать Здравомыслию Значит Надо какие-то Давать Другие Факты Другие Предложения Другие Вариантки Ощущений Самое Простое Еще раз Говорю Это Увидеть Плоды Их деятельности Но дело То в том Что Жизнь Человеческая Сейчас Современная Цивилизация Не такая Длинная Да и Многие Считают Что у нас Времени Практически Нет С чем Я отчасти Тоже Согласен Потому что Времени У каждого Ограниченный Такой Паровозик И Каждый раз Вагончик Отцепляется Проходит год Вагончик Отцепился Проходит год Еще Вагончик Отцепился И Вот Как-то так Временем Разбрасываться Не очень хочется Но На сегодняшний момент Для большинства людей Другого пути нет Как только Через собственные ошибки Через Собственные ощущения К этому приходить Надо здесь Какие-то Брать Конкретные Примеры Ну вот К примеру Ты сказал Мы Пролетели С Альфа Центавра Да Как ты думаешь Каким образом Можно общаться С теми Кто пролетел С Альфа Центавра Как можно выяснить Так ли это На самом деле Вот сидит Перед тобой Обыкновенный человек Который Так же Пьет Так же Кушает Так же Извините Ходит в туалет Так же Спит И он Заявляет Что он Пролетел С Альфа Центавра На мой взгляд Здесь все Очень просто И очевидно Если человек Полностью Исполняет Все то же самое Что делаете И вы То в этом случае Говорить про то Что он откуда-то Пролетел Это Очень-очень Сомнительно Это Под очень-очень Большим вопросом Здесь Уже Генетически Видно Ну Как-то Совпадает он С вашей генетикой Или не совпадает Врет он Или не врет К тому же Представляешь Там Доставлять Точно такого же Человека С Альфа Центавра Где там Несколько по-другому Все устроено Я думаю Что смысла Никакого нет Проще Использовать Те Варианты Бытия Наших Мирозданий Которые Существуют И доступны Там Во всех Проявлениях То есть Создать Здесь Физическое Тело Или Инкарнировать Уже В созданное Тело Сущность Которая Представляет Мир Альфа Центавра Это Самый-самый Простой Способ Вести сюда За многие-многие Миллиарды Километров Физическое Тело Тем более Учитывая Что там Скорее всего Чуть-чуть По-другому Все устроено Здесь оно может не пригодиться И здесь оно может спалиться Почему? Потому что она никогда Этой земли не видела И никогда здесь не жило И у нее представления другие Это как-то накладно Все равно Придется Эту программу В то тело Которое оттуда летит Вкладывать А это говорит Что Да проще Здесь Эту программу Использовать И вложить в маленького ребенка Или создать его И так далее Это все возможно В нашем мире У нас же Земля такая интересная Штуковина Что здесь Что ни делай Все Пожалуйста Ничего не запрещено Лишь бы только Не разрушало естество Вот Поэтому Прилеты с Альфа-Центавра Вот я сразу отметаю Это глупость Которая Неимоверна Давай какой-то пример Рассмотрим Более интересный Более сложный Вот что у нас Какие сейчас еще Появились Направления Какие Это Да-да-да Ну вот смотри Нас наверное Все-таки Должно быть Интересовать Вот именно Как На интересе Людей К славянству Вот это И к ведичеству К тому К чему Конкретно Вот ты Пытаешься Людей Учить Пробуждать Вести Вести В этом направлении Вот многие Так сказать Которые Нам не товарищи Увидев Интерес Людей К этому Они пытаются На этом Интересе Срубить Как это называется Бабло Да Причем схема Вот тоже Я вот сейчас Начал Размышлять Все-таки Схема Прослеживается Интересно Ты согласишься Или нет Но вот На данный момент Я вижу Что Сначала Пытаются Показать Свою Какую-то Важность Для этого Обычно Ссылаются На то Что он Потомок Царя Гороха В десятом Колене Что у него Есть какой-то Артефакт Царя Гороха Или еще Не пойми чего Или вот У него Предок Был Предком Царя Гороха А так как Я предок Этого предка Значит я тоже Почти царь Потом Могут Показывать Различные Грамоты Красиво Нарисованные В фотошопе И не только Сейчас у нас Техника Позволяет Кому хочешь Нарисовать Чего хочешь Или же Начинают Рассказывать Про то Что у них Вот есть Способности Такие Замечательные Что они Вот Всех поведут Светлое будущее Но Как говорится За Небольшую Плату То есть По сути Основной Момент Вот здесь Смотри по делам То есть Их Благое Разглагольствование Часто Они Начинают Обычно Вот Именно С того Что Тоже Истинно Ссылаются Могут На веды Например В нашем Случае Если А потом Это все Приводит К тому Что тебе Говорят А вот Дальше Заплати И И там Начинается Перечисление За Что Заплатить У тебя Имя Плохое Давай Мы Тебя Новым Придумаем А если Это Не Пойдет Заплатишь Больше Мы Тебя Еще Больше Сделаем Или Другой Вариант Ты Вот Как Там Есть Разделение У людей Например По кастам Есть Такое Мнение Вот Хочешь Быть Жрецом Вот У нас Такой Прайс То есть Вот Там Волк Столько Стоит Жрец Столько И Через Два Дня Сделаем Тебя Жрецом Или Другие Схемы Идут Тут Мы Разбирали С тобой Это Такое Больше Играть На Жажде Славы Жажде Власти А можно Людей Наоборот Запугивать То есть Завтра Будет Конец Вета Хочешь Попасть В рай Мы с тобой Разобрали Может Уже В другое Куда-то В другое Безопасное Место Хорошее Попасть Хочешь Плати Небольшую Сумму Продай Квартиру Отдай Нам А мы Купим Тебе Пару Тройку Мест В хорошем Теплом Месяце Бывают Еще Другие Штуки Если Ты Со мной Не Пойдешь Я Перечисляется Плохими Словами Наложу Тебя Порчу С глаз Сниму С ушей Снимаю С глаз Вешаю На уши То же самое Продел То есть Вся схема Таких Шарлатанов Она Настроена На то Чтобы Тянуть С людей Под тем Илиным Предлогом Деньги Если Вы видите Что человек Который Вроде бы Заявляет О том Что Он добрый Бескорыстный И хороший Через Буквально Какое-то Время Начинает Говорить О том Что У нас Тут Понимаешь Электроэнергия Выросла Давайте Нам Скиньтесь Пожалуйста На это Дело С трехзначными Нулями Или еще Он внезапно Заболел Или еще Чего-нибудь С ним Происходит И так далее И тому подобное То наверное Вот этот Может быть Являться Как раз Таким Фонариком Ярким Чтобы понять Что вы Куда-то Не туда Идете И этот Человек Скорее всего Совсем Не тот За кого Себя Выдают Вот Как-то Так По-моему Ты Накидал Очень Много Тем Давай Немножечко Их Разложим Значит Первое С Альфа Центравера Разобрались Это Отметаем Теперь У нас Два Основных Понятия Первое Понятие Предоставление Каких-то Артефактов Якобы А Второе Это Предоставление Каких-то Таких Своих Сверх Возможностей Да Вот Эти Два Основных Критерия Которые Сейчас Очень Ярко Вылезают В славянском Мире И Раньше Вылезали Везде Но По поводу Всяких Возможностей Очень Интересный Такой Здесь Есть Момент Из Моего Личного Опыта Когда-то Давным-давно Я был Знаком С одной Предводительницей Такой Типа Секты Не Секты Очень Интересной Там Много Чего Интересного Производилось Но Когда К ней Кто-то Приходил Из Недругов Какая-то Проверка Может быть Бандюки Или Кто-то Еще То Если Она Чувствовала Что идет Наезд На нее Она Говорила Просто А я Сейчас Сделаю Импотентом И все И надо Все Закончится Вот И сразу Мужики Так как-то Глазком В сторону Водили И решили С ней Не связываться Я Спрашивал Ее Ну Скажи Пожалуйста Ты же Это Не умеешь Делать Она Говорит Ну Они Не знают Что Я Не умею Человек Всегда Хочет Жить Счастливо С точки Зрения И Морали С точки Зрения Физики И поэтому Его Какое-то Такое Предупреждение Или Угроза Они как-то Так Настораживают И попугивают Поэтому Многие Считают Я Лучше Связываться Не буду Теперь Давай Развернем В обратку А что Произойдет Если Вдруг Человек Начнет Говорить Что Он Слышит Какие-то Голоса Что Он Слышит Какие-то Там Увещевания Ему Идут Какие-то Команды Или Он Умеет Входить На Какой-то Канал И так Далее И тому Подобное Вот Это Намного Интереснее Тут Надо Разбираться А на Самом Деле Он Слышит Эти Голоса Или На Самом Ли Деле Это Те Голоса Которые Наши Голоса Как И Говорят В фильме Берегись Это Нога Кого Надо Нога Так Вот А Может Быть Это Просто Шизофрения Или Паранойя Какая-нибудь Сколько Уже Встречал Людей Которые Реально Что-то Бормочут Слышат Что-то Но На самом Деле Там Ничего За ними Нет Кроме Их Больного Воображения Ну Мозг Просто Болеет Как-то Психика Нарушена И Они Такие Все Что-то Там Слышат Я наблюдал Вот таких Вот Людей Слышащих Я наблюдал Последователей Это было Вообще Парадоксально Поразительно Человек Несет Какую-то Полную Чушь И Вокруг Него Группируются Люди Которые Якобы Так же Подсоединяются На этот Канал И Которые Якобы Тоже Начинают Что-то Слышать И Что-то Происходит Здесь Очень Серьезно Работает Такой Психический Психологический Момент Причем имейте ввиду Я не отрицаю Что это есть Это есть На самом деле Просто надо понимать Что психика Так устроена Что человек Себя может Накрутить На что угодно Он может Создать Иллюзию Вообще Совершенно Любую Мало того Некоторые Умудряются Эту иллюзию Воплотить В мир И в этом мире Начинает Что-то Проявляться То есть Его сумасшествие Оно Передается Еще и в мир И в мире Сумасшествие Увеличивается В объемах И оно Создает Свой маленький Сумасшедший Мирок И если Он начнет Разрастаться То вот Появляется Какая-то Такая-то Ерунда Которая Сейчас Нас всех С вами Занимает То есть Еще раз Я не отвергаю Что это есть Я знаю Что это есть Вопрос Это откуда Идет Это идет От Божественного Это идет От демонического Или это идет От того Что у него Там в компьютере Какой-то вирус И программка Не так работает Вот эти три момента Надо учитывать Если этот Божественного То Никогда Это не приводит К каким-то проблемам Для человечества Это ведет К радости Не к эфории Не к восторженности А к радости Жизнь начинает Улучшаться Люди Начинают Видеть Что делать И люди Начинают Делать Практически Переставая Себя Разрушать И не разрушают Свою природу То есть Радость И созидание Они Переходят На уровень Творцов А эйфория Вот такая Где кричат Аллилуйя Там и так далее Или Вот сейчас Мы всех проклянем Или сейчас Мы создадим Новый мир Или сейчас Мы сделаем так Чтобы Какие-то деревья С иголочками Выросли Например За один год До 10 метров Высотой И чтобы Завтра На них Заколосились Шишки Вот Это эйфория Которая Противоречит Нашему Бытию И тем Программным Установкам Которые В нашу Игру Были внедрены Через Божественное Если же Мы видим Что Опять же Эта эйфория Ведет К какому-то Противодействию С кем-то То есть Нет радости Нет любви Нет приятия Божественного А есть Противостояние То это Говорит о том Что человек Связался С демоническим Каналом Находящимся Ниже Уровня Божественного И в этом В этом случае Тогда Все Все Очень Просто Люди Которые Пришли К такому Учителю Гуру Они Привязываются К нему Создается Свой Мини Игрегор Игрегор Секты И этот Игрегор Поглощает Этих Людей Они Привязаны К гуру Игрегор Их Подчиняет Они Превращаются В батарейке И сколько Бугуру Не снимал С них Какие-то Проклятия Сколько Бо Не очищал Их Сколько Бо Не делал Какие-то Пасы Руками Или Может быть Сидения В каких-то Позах Выход На канал Для того Чтобы всех Покрыть Своим Блаженством Таким Как только Люди Очистившись Выходят На улицу И попадают В ту ситуацию Которая Их окружала Они сразу Сваливаются До очень Низкого Уровня И их Сразу Начинает Пожирать Сущности Вот этот Игрегор Который Создан Имя же Через Этого Гуру Он От них Не отлипает И он Их Использует Как батарейки То есть Гуру Их Вел Состояние Готовности От дачи Дальше Они вышли На улицу Игрегор Их Начинает Дергать Создавая Какие-то Ситуации И они Начинают Как батарейки Этот Игрегор Подпитывать То есть Там Они Подпитывали Своей Мыслительной И психической Энергией А здесь Они уже Физикой Отдают Но самое Смешное И самое Неприятное Здесь Что этот Игрегор Переходит Из подчинения Этого Гуру В подчинение Низшим Силам Вот этим Самым Которые С красными Глазками С ушками И с рожками И получает Следующий Интерес Ситуация Что Этот Игрегор Созданный Казалось бы Таким Хорошо Мыслящим Человеком О чем-то Светлом Будущем Управляется Демоническим Миром То есть Пекельным Миром Нежитью И те люди Которые Подчиняются Ему Они все Вместе Накрываются Этим Игрегором То есть Эти вот Бесенята Они конкретно Каждого Не дергают За этим Всем следит Автоматическая Система Под названием Игрегор После этого Если вдруг Кто-то Начинает Там прозревать И хочет Выйти Тогда Игрегор Сообщает Бесенятам О том Что Объект Номер Такой-то Такой-то С таким-то Именем Хочет выйти Из Игрегора То есть Батарейка Отваливается И тогда Бесенята Уже Конкретно С ним Работают То есть Всех Вместе Держит Игрегор А отдельно Каждого Кто хочет Выйти Уже К нему Присоединяются Сущности Пекельного Мира Нежити И в этом Случа Тогда Так или Иначе С вами Начинают Происходить Проблемы То есть Проблемы Могут Происходить И потому Что Надо Просто Энергию Отдавать И Проблемы Происходить Тогда Когда Вы хотите Из него Выйти Здесь Надо Просто Через Сознание Через Любовь Через Понимание Того Кто Вы Есть На самом деле Просто Так вот Принять Что Это Было Что Вы Делали Ошибки Расплата Произошла Вы Заплатили И Вышли К Чему Это Говорю Вот Эти Часто Гуры Некоторые Сами Не Понимают Что Они Делают Это Такие Ж Заблудшие Овцы Как И Вы Сами И Здесь Получается Притяжение Подобного К Подобному Они Немножечко Шизотерики И Они Натолкнулись На Другого Шизотерика Более Серьезного И За Ним Тянутся Еще Один Показатель Того Что Какие-то Допускаются Грубости В Разговоре В Мыслях От Того Кто Является Гуру Это Первый Показатель Того Что Он Находится В Демоническом Мире Какие Артефакты Он Не Предоставлял О Каких Светлых Мирах Он Не Говорил Если Вы Слышите Просто Элементарную Браню В Разговоре Если Вы Слышите Неуместные Слова В Его Разговоре Если Вы Слышите Что Он Вас Каким-то Образом Даже Шутку Оскорбляет Или Унижает Или Пытается Вас Подчинить Называет Вас Да Ты Там Ничего Не Понимаешь Я Такой Крутой Или Я Такая Крутая Там Здесь Можно Говорить Сколько Сколько Угодно Какие Словечки Еще Потребляет Унизительно Вашу Сторону Знайте Это Принцип Пекельного Мира Вылезти Дальше А Демоническое Все Время Пытается Заткнуть Ниже Себя Построить Пирамидку Курятника Чтобы Подчинять И Пользоваться Подчинил И Властвуй То есть Грубость Уничижение Постановка Себя Выше Другого Это Демонический Уровень Если Опять же Какой-то Гуру Пытается Сказать Вам Что Надо Кого-то Проклинать К примеру Или На него Насылать Что-то Нехорошее Это Тоже Демонический Уровень Объясню Почему Казалось бы Ну почему Правильно Если на тебя Нападают Кто-то Плохой Надо же Его на место Ставить Да Его надо Ставить Только Несколько Другим Способом Ставить На место Можно Тогда Когда Человек Осознает Кто он Такой Осознает Свои Ошибки И Через Разъяснение И Пояснение Через Любовь Это Все вместе Останавливает Его В плохих Деяниях А если На него Наседать Если с ним Вот так Вот себя Вести Если с ним Драться Проклинать Его То происходит Несколько Другое Во-первых Он Озлобляется Вы Вы Возмущаете Самое Плохое Что в нем Есть Пекельное Демоническое Изнежити И он Тем самым Еще больше Заводится Заводясь Он Увеличивает В пространстве Что-то плохое Он питает Пекельные Миры И тем самым Через Вроде бы Вот такое В его сторону Послание Вы создаете В этом мире Еще больше Зла Но это Еще не Все Дело в том Что большинство Тех Кого вы Проклинаете Находится Не в эгрегоре А находятся В родовом Потоке И вышли Из рода И относятся К роду К которому В принципе К роду Небесному Относитесь И вы Проклиная Кого-либо В роду Вы Проклинаете Часть себя Потому что Вы присоединены К высшему роду Который Так или иначе Косвенно Проклинаете Ну представляете Вот Общий род Небесный В нем Находятся Все Я Ты Он Она Вместе Целая Страна И вдруг Кто-то Вам Вот здесь Кто-то Здесь Вам Не нравится Вы проклинаете Его Или ее Но они Это часть Рода Вы тем самым Проклинаете Творца Проклинаете Первого Рода Все Бога Проклинаете Рода Небесного Который Создал И вас И в котором Вы тоже Присутствуете То есть Вы по сути Проклинаете Часть себя А потом Говорите А что это Нам плохо стало Так вы же Это проклятие На себя Направили Все в этом мире Возвращается К вам Исходя из того Что вы в этот мир Посылали Мир Это всего лишь Большой Копировальный Аппарат Если вы Плюнули В чью-то Сторону Так вам Пролетит Плевок В несколько Раз больше Копировальный Аппарат Не только В количество Но и Объемы Увеличивает И это Надо понимать Если В какую-то Грязь В виде Проклятия Недовольства Осуждения Выбрасываете То тем самым Вы загружаете Мир Гадостью Создавая Образы Этой гадости Вы Создаете Проблемы Наговорами С глазами Что там У нас Еще Есть В общем Созданием Проблем Для других Так называемых Негодяев То это Ухудшает Ситуацию Нельзя Человека Из вашего Рода Божественного Высшего Небесного Рода Проклинать Наводить На него Порчу Делать Что-то Что-то Плохое Вы Ослабляете Свой Род И ухудшаете Своё же Состояние Вы Загрязняете Пространство Дрянью И каждый Образ Увеличивается И потом Возвращается К вам К вашей семье К вашим Близким Поэтому Многие люди Которые Почистились Где-то У какого-то Гуру Но тут же С кем-то Сразились Там На том Уровне Как им Кажется Проклили Его Проткнули Убили Они Потом Получают Ответку Выйдя От этого Гуру Куда-то Там За дверь В общество В этот Мир Цивилизации Еще раз Если Какой-то Ваш Брат По роду Небесному Или Сестра По роду Небесному Делает Какие-то Вещи Неправильные Необходимо Помочь Брату Или сестре Разобраться Что она Делает Дать Понять Что она Делает Но вы же Не безмолвные Твари Вы же Глаголить То умеете Говорить Умеете Мыслить То умеете Так сделайте Так Чтобы убрать Ту проблему Которая Есть Которая Мешает Ему Осознать Уберите Привязку От демонического Которая Вот так Накручивает Разберитесь Какой Грегор Главенствует И давит Который Как батарейку Использует И вот Это все Убрав Очистив Его Помочь Ему Надо Это сделать Очиститься Вы Уберете Врага В его Лице Убрав Врага Вы Получите Друга Вы Улучшите Этот мир Потому что Больше Будет Друзей И больше Будет Добра В нем Но Это же Выгодно Это же Хорошо И это же Правильно Причем Такие люди Которые Такие гуру Они могут быть Как Просто Заблуждающимися Им так Когда-то Кто-то Сказал И они Додумали Накрутили И теперь Всем это Несут Они могут Просто Больными На голову Людьми Которым Никто Ничего Не говорил Просто Они так Увидели И стали Делать Есть Управляемые Хотя Управляемые Могут быть И те И другие И третьи Но Есть те Которые В общем-то Высокого Полета И вот За них Война Идет Из пекельного Мира Их очень Хотят Зацепить И вот Когда Удается Вот такие Сильные Светлые С виду Они Начинают Делать Глупости Они Начинают Управляться Ну и Другой Вариант Это Когда Просто Появляются Остапы Бендера Которые Вот эти Товарищи Непонятной Национальности Непонятного Происхождения Шарфики И штанишках Начинают На месте Ловить ситуацию И Чтя кодекс Не нарушая Его Получать От доверчивых Граждан Бабло По делам Судите К чему Вас призывает У бендеров Обычно Никогда Слова С делами Не сходятся Он постоянно Какие-то Проекты Прожекты Говорит Это вот Следующий уровень Да Он постоянно О чем-то Вам вещает Он говорит О каком-то Светлым И Красивым Но когда Доходит до дела То вдруг Денег не хватает И надо Деньги собрать То вдруг У него Какая-то Ситуация Происходит Приболел Он И надо Срочно В какой-то Санаторий На Ямайку Съездить А там Вдруг С ним Что-то Происходит В полицию Он попал Или Самолет Упал Или Кому-то Он в пятак Дал И надо Теперь Штраф Заплатить Или Украли У него Все документы Сумку Чемодан И надо Ему Срочно Туда Денег Переслать Потом Возвращается Тут еще Какие-то Проблемы Начинаются То есть Постоянно Придумываются Какие-то Способы Ухода От Исполнения Когда Когда же Происходят Так называемые Обряды Различные Под руководством Этих Бендеров То Многие Люди Начинают Видеть Что там Полная Ерунда Там Каша Здесь тебе Из этого Течения Библейского Здесь тебе Из буддистского Здесь тебе Из славянского Здесь тебе Реконструкция Пошла Здесь Еще что-то Здесь еще что-то Здесь шизотерика Накручено Намотано До такой степени Что Одно другому Противоречит К примеру Если вы видите Что на славянском Обряде Такой гуру Делает Какое-то Кровавое Жертвоприношение Или Случайным Образом У него Пошла Из пальчика Кровь Он типа Укололся При подготовке И эту кровь Он размазывает По каким-то Вещам Или каплю Крови Там На дрова Условно Капает Или там Из носа Кровь потекла Что-то такое И он эту кровь Вытирает От то Что будет В этом обряде Применяться Знайте Это первый признак Того Что вы Находитесь Под влиянием Демонического Никогда Славянские Наши направления С кровью Не были связаны Не нужно Жертвовать Своей кровью Потому что Мы и так Одной крови Богам Нашим Божествам Наша кровь Не нужна И не нужна Кровь Кого-то Другого Это Один Из Главных Признаков Если В какое-то Питье Добавляется Капелька Крови Не важно Кровь Своего Прадедушки Прабабушки Своя Вызванным Вызванным Сказал Здесь Наследство Мумий Мощь Древние 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 что-либо такое, что будет похоже на какую-то древность. Дальше экспертизы проводить не надо. Почему? Потому что, как ты правильно опять же сказал, любой диплом, любое заключение, любую печать сейчас можно воспроизвести очень просто. Проблем с этим нет. И можно говорить, что где-то там в Папуа-Новой Гвинеи, или в Америке, или в Лондоне, или, может быть, в Бразилии были проведены экспертизы, все ученые с ума сходят, ай-яй-яй, как же так? Мы этого не знали. А тут, оказывается, 100 миллионов лет этой штуки. И вот у него таких штук этих очень много. И это все доказано. Кем доказано? Это из серии о том, что британские ученые вдруг сказали о том-то, том-то. Да это такие вбросы каждый день делаются. И ссылки на британских ученых постоянно, и многие им верят. Опять же, смотрите по тому, что делается. Если человек применяет какие-то обряды, которые не свойственны славянам, если там присутствует чернуха, это первый показатель того, что вас дурят. Все остальное, вплоть до артефактов, подделывается очень просто. Даже те же самые таблички какие-то, писания, рукописи, да что угодно. Сейчас все, что угодно делается. Смотрите по делам. Ну вот, наверное, так. Давай какие-то уточнения, если у тебя есть, задавай. Или свои мысли. Да, я тебя внимательно послушал. И вот, что для себя вынес, какую сжатую информацию. Ну, основное, ты уже сказал. Именно смотри по делам, то есть их, и узнаете их, да? Дальше. Я вижу, ну, тут, наверное, еще необходимо. Вот принцип подобия мы можем применить, чтобы проще понять, да? То есть вот ты упоминал, что при взаимодействии со светлыми силами они пытаются сделать тебя лучше, расширить твое понимание, мировосприятие. И таким образом, как бы, чтобы через это подтянуть тебя на свой уровень, чтобы ты становился лучше. На самом деле, вот мы в нашей этой жизни это же можем наблюдать на примере обычной вот нашей семьи. То есть родители, ну, кому лучше всего обращаться за советом, да? Кто тебя лучше всего может научить, опыт какой-то житейский передатель? Это, конечно, твои родители. Твои папа, мама, бабушки, дедушки. То есть ты к ним обращаешься за советом, они тебе перед этим не говорят, что ты заплати мне кучу денег, или там продай мне там душу или что-то наподобие, да? Они, наоборот, искренне, безкорыстно обучают тебя. Им приятно, что их ребенок, их потомок, он либо станет таким же, как они, либо даже в чем-то и превысит, как бы, его вот эти успехи, его творчество, превысят родители. Вот, по-моему, высшая благодарность. То есть, еще раз, если ты начинаешь с чем-то взаимодействовать и не можешь понять, смотри, как меняется твоя жизнь. Если после этого взаимодействия улучшается жизнь тебя, твоей семьи, твоего рода, народа, державы, ну, значит, все-таки ты идешь в правильном направлении. А если где-то начинает сбоить, то тут надо все-таки, стоит задуматься. Другой момент, который мы не упомянули, но, возможно, ты тоже ослепишь. Я знаю, что, говорят, мир зеркалит тебя. Или еще проще. Подобное к подобному. То есть, вот, в физике мы знаем, что там плюс-минусом отталкиваются, а вот, исходя из понимания того, как работает вот эта духовная энергия, душевная, невидимая, тут другой принцип. Именно если ты работаешь на добре, на свете, на созидании, то вокруг тебя будут создаваться обстоятельства, которые будут притягивать к тебе. Тех, кто также любит делать добро, творит свет, лат и гармония. Либо же, соответственно, наоборот. То есть, еще раз, если вы попали в какую-то ситуацию, вы сейчас, например, послушав этот наш с Алексеем видео, поняли, что в этой ситуации очень похоже, что вас обманывают. То вы, во-первых, должны понять, как это назвать там, пойти вглубь себя, вот так вот, попытаться извлечь тут уроки. А что конкретно эта ситуация показывает? Может, внутри меня есть какие-то непроработки, недоделки, которые вот меня именно сюда и привели. И постараться эти недоделки в себе выявить и исправить их, чтобы они стали как минимум нейтральны, а лучше, чтобы они уже в плюс давали мир. Дальше другой момент. С этой ситуацией, вот, фраза, да, вот люди боятся фраз греха. То есть, о, я совершил грех. На самом деле, ты уже про это упоминал. Это слово означает всего лишь ошибка. Ну, вот ходили мы в школу, да, ну, написал ты домашнее задание или контрольное. И получились у тебя там ошибки. Но пойми, почему у тебя возникли ошибки. Извлеки из этого опыт и просто в будущем не совершаете ошибки. И все, твои грехи тебе зачтены. Потому что ты уже эти ошибки не выполняешь. Почему-то некоторые люди начинают посыпать себе голову пеплом и всю жизнь вот этому солить какую-то старую, давно забытую вот эту ошибку-игре. И еще какой момент. То есть, вот этот момент по принципу зеркалит для тебя мир. Конкретно вопрос хотелось бы от тебя услышать. И вот момент еще, который мы тоже пока не обсудили. Я вижу большое количество на сайтах на разных. Сейчас продаются разные славянские обереги. Причем они там и на счастливую жизнь, там и денег у тебя будет куча, там и приворот-отворот, там чего только нету, с какими только символами. А я вот сейчас только прикоснувшись к грани, вот чуть-чуть поверхностно буквится, я вижу, что там настолько мощные энергии в каждой буквице заложены. А если там еще какие-то руны туда добавляются, то это на самом деле может привести к очень печальной ситуации. А люди на это ведутся. Надеюсь, что красивая штуковина повешу на себя, но в крайнем случае ничего будет, а так может еще добавиться чего хорошего. Вот то есть момент конкретного вопроса тебе, Алексей. Как ты считаешь, по принципу зеркалит ли нас мир? Вот это развить тема. Ну и про обереги. Благодарю. Про обереги я сейчас говорить ничего не буду. Это не тема нашей сегодняшней встречи. Мир нас зеркалит, это точно. По поводу плюс к минусу я скажу так. Когда это касается полов, то плюс с минусом работает однозначно. Но подобие имеет с виду, к подобию притягивается несколько другое. Это вид, свой вид, свой небесный родовой вот этот вот код. Вот что имеется подобное к подобному. И оно проявляется как в взаимоотношениях между людьми, так и в взаимоотношениях более серьезных. То есть и принцип пола здесь срабатывает плюс к минусу, и принцип подобия здесь тоже срабатывает. То есть, если, например, мужчине человеческого вида нравится жирафиха, то это какая-то патология. Если вдруг бегемотик захочет жениться на женщине человеческого вида, то это тоже какая-то патология. Но там плюс и минус срабатывают. Там плюс тянется к минусу, и минус тянется к плюсу, казалось бы. Но это патология. Поэтому надо учитывать и подобное, и плюс-минус. Вот эти два направления. Здесь очень просто, поэтому я дальше беседать не буду. А зеркалка? Да, зеркалка. Что ты из себя выплескиваешь, что, в принципе, ты получаешь. А как ты это можешь получить? Ты же можешь получить это в нескольких направлениях. Мир тебе ответил, или конкретно какой-то человек, находящийся в миру. Так что все просто. Ты должен получить ответ. Ты его получаешь. Или в виде урагана, к примеру, либо в виде какого-нибудь дяди, у которого кулаки оказались более подготовлены к драке, нежели чем у тебя. Или твое лицо оказалось более подходящее для того, чтобы его кулак по нему ударил. Поэтому здесь все сторонние надо подходить, а не упрощенно. Что вот только так и по-другому. Зеркалит по-всякому. У Бога иных кулаков, кроме кулаков хулигана, нет. И чтобы иногда в репу заехать, необходимо подойти хулигану к тебе, а не спуститься к Богу на летающей Вайтмане или Вайтмаре, или полететь на голубом вертолете, чтобы тебе в репу закатать. Это надо все учитывать. Я думаю, что с зеркалкой разобрались. Давай все-таки подведем итог того, что мы сегодня с тобой выясняли. Первое. По каким признакам узнавать? Мы с тобой обсудили, что есть просто сумасшедшие люди, есть люди-шизотерики, которые погрузились в какое-либо учение, и они там на грани сумасшествия крутятся-вертятся. Есть те, кто являются просто прохиндеями, они хватаются за какую-то тему. И как Остап Бендер, сейчас он шахматист, завтра он художник, послезавтра он еще кто-то. Главное, чтобы бабло достать, и все, его больше не интересует. Ну и есть те люди, которые на самом деле реально что-то получают, и они ведают. Те, которые ведают, они следуют божественным направлением. Вот еще раз эти все градации, критерии уточним. Божественное направление вас не надо подчинять. Ваши родичи никогда не захотят вас сделать рабами. Родич, вышестоящий, заинтересован, чтобы вы превзошли его. Поэтому он вас к себе не привязывает, он всего лишь навсего выступает как учитель и наставник до определенного момента, пока вы еще что-то не взяли. Как только вы взяли, все, он вас как мать-птица выталкивает своего оперившегося птенца из гнезда, чтобы он самостоятельно начал летать, чтобы он самостоятельно получал корм, развивался и сделал свою семью. Демонические привязывают к себе. Демонические, наоборот, подчиняют, унижают, уничижают, уменьшают ваши способности, якобы. Называют вас всякими словами. Говорят, что вы без них никто. Вы без них пыль. И вообще, кто вы такие? Имеетесь, знаете, свое место, всяк сверчок, знаете, свой шесток. Вот из этой же серии. Вот основные отличия. Божественное делает из вас богов, поднимая выше себя. Помогает вам в этом. А демоническое, пекельное из нежити подчиняет вас. И какие бы высокие там мысли и идеи не закладывались, вот это основной фактор. Еще один момент. Ведь в любом движении есть ученики и последователи. Если вы не видите учеников, которые сами изменились в лучшую сторону, изменили свою семью, изменили свой мир окружающий в лучшую сторону, то в этом случае вы, наверное, должны на это обратить внимание. Столько лет человек вещает, столько лет к нему ходят ученики, но при этом никто не поднялся даже на его уровень. Никто не стал лучше. Вот это должно вас настораживать. Это один из признаков того, что человек занимается какой-то профанацией. Он или шизотерик, или просто какой-то сумасшедший, который не знает, чего лопочет. Либо он под управлением кого-либо и просто как батарейки вас использует. Ну, либо он просто стаббендер, который окружающих использует как денежные кошельки. Вот если вы все это сложите вместе, то тогда у вас появится точное представление о том, что происходит. Ну и дальше артефакты любые должны быть подтверждены не просто словами человека, не просто какими-то бумажками, а их действенностью. Если я вдруг завтра вам скажу, что у меня хранится мумия, голова или ягодица правая какого-то моего прародственника, который был императором всея Руси, и я эту ягодицу или что-то вам покажу, и я сделаю даже, скажу, генетический анализ, вот я сделал, посмотрите, вот все совпадает. Это еще не говорит, во-первых, о том, что этот генетический анализ правдивый. Второе, что это именно ягодица императора. И в-третьих, что я его наследник. Мало того, это еще не говорит о том, что я достойный наследник этого императора. Потому что во время пути собачка не только могла подрасти, но еще и в голове могло что-то повернуться. И вполне возможно, что тот-то еще, чью ягодицу я храню, был нормальным человеком, а я, может быть, какой-то уже совершенно помешанный. И не дай Боже мне до амператорского титула дорваться и тем более занять трон амператора всея Руси. Вот если все это вы сложите вместе в копилочку, то тогда вы никогда не попадетесь на какие-то уловки демонов, пекельных структур, нежитей и прочих-прочих товарищей, которых называют кавычка осапными бендерами. Я думаю, что вот как-то так. Алексей, ты подробно хорошо все рассказал. Еще смотри, момент, который попрошу тебя адресовать вот это к людям, которые действительно идут по Божественному пути. У них включились эти способности. И они вот, как говорится, за ними идут другие люди. Они их учат. Пожалуйста, вот я вижу на примере некоторых людей, я не могу называть их фамилией, чтобы не обидеть, но эти люди, поднявшись довольно-таки высоко, забыли одно такую важную, как важное правило. Чем больше дано, тем больше и спрос. И еще, чем выше ты залезешь, тем можешь ниже упасть. А говоря по-простому, почему-то в определенный момент некоторым людям хочется либо славы, либо денег, либо денег и славы. И вот выскажи свое мнение, к чему может даже светлых людей, которые реально чем-то обладают, привести вот то, о чем я говорю. Благодарю. Так я уже об этом сказал. Они превращаются или в остапов-бендеров, или в шизотериков, полусумасшедших или сумасшедших, или в управляемых существ, которые могут быть как и остапами, так и полусумасшедшими, шизотериками и так далее. Если вы хотите следовать в демонический мир, когда пекло раскрывает свои широкие двери, то, пожалуйста, следуйте. Если не хотите, то купите себе в магазине строительном каком-нибудь вот такую вот киянку большую. И как только приходит любая мысль вам в голову о том, что кто-то ниже вас уровнем, кто-то там идиот какой-то, ему надо там что-то сделать, возьмите эту киянку, подойдите к зеркалу и двиньте себе в репу хорошенько, только попадите в лобешник, чтобы шишань вот такой у вас был. И чем чаще вам эти мысли будут приходить, тем чаще долбите себя, учите себя быть человеком. Человеком. А человек – это тот, который не возвышается ни на кем. Человек – это тот, который хочет, чтобы люди, окружающие его, были более добрыми, любящими, светлыми, чтобы они развивались и поднимались. Вот это человек. Если вы поднимаетесь над ними или хотите подниматься, если у вас там в кармане свербит, потому что у кого-то больше денег, а у вас меньше, киянка вам в лоб. И желательно почаще, побольше и посильнее перед зеркалом. Вот как-то так. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных, и тебя, Алексей, за пояснение и за мудрую беседу. Благодарю всем. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Пишите вопросы. Будем разбирать. Может быть, что-то упустили. Может, сказали что-то не так. Может быть, недоходчиво. Может быть, не теми словами. Но мы с Михаилом стараемся. Увидимся и услышимся. Быть добрым. И лети ты на крылатом коне. Русс, далёгкие тысячелетия. Русс. Русс, далёгкие тысячелетия. 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 Продолжение следует...